Крис Айзек Но когда его подружка смогла организовать ему кинопробы, бокс как-то сам собой отвалился. Ну, стало понятно, что лицо надо поберечь. Однако с музыкой было все сложно. С одной стороны, на фоне набиравшей в Америке обороты хард-рок истерии, Крис в образе а-ля Элвис Пресли смотрелся весьма интересно. Но то, что он был вне тренда, одновременно не давало шанса влиться в поток. Два альбома подряд хоть и продавались, особых рекордов не показывали. После первых двух недель продаж третьего альбома «Hard Shaped World», записанного в 1988 году, Крис и вовсе получил уведомление о том, что ввиду крайне низких продаж Warner Bros. Records не намерены продолжать сотрудничество с ним. Казалось, это все. Однако в этот же период мало-помалу развивалась карьера киноактера Криса Айзека. И однажды, встретив на съемочной площадке уже не раз упомянутого мной Дэвида Линча, у которого он как-то пробовался на роль в «Синем бархате», Крис подарил ему свой роковой третий альбом. Не совсем понятно, что двигало режиссером в тот вечер, когда он решил послушать альбом Криса, но он начал слушать пластинку именно с пятой дорожки, на которой и располагалась та самая «Wicked Game», которая за 30 лет настолько уже врезалась в мозги и уши меломанов, что порой и имя музыканта назовет не каждый, а песню знают практически все. Песню «Wicked Game» Дэвид Линч взял в саундтрек своего нового фильма «Дикие сердца» с Николасом Кейджем и Лорей Дерн. Посмотрев этот фильм, Ли Чеснет, фанат Дэвида Линча и главред одной из популярных радиостанций в Атланте, поставил песню в жесточайшую ротацию. Далее ее подхватили и остальные его коллеги. Вот так зимой 91-го, через три года после записи песни, уже не особо веривший в успех своего творчества, Крис Айзек вдруг стал звездой мировой величины. Впрочем, планета довольно быстро наелась романтичной реинкарнацией Элвиса Пресли, и последующие альбомы Криса Айзека снова перестали покорять чарт Билборд. Но согласитесь, лучше хотя бы раз оказаться на вершине мира, нежели и вовсе никогда. Впрочем, эта история не была бы полной, не расскажи я вам больше о самой песне «Wicked Game». Я уже не раз упомянул, что самые талантливые и наиболее популярные песни рождаются не в муках, а легко и незаметно. Хотя, понятно, исключения нам с вами тоже известны, но «Wicked Game» не исключение. В одном из своих интервью Крис признался, что черновик этой песни был напросан за какие-то 15 минут, пока он ждал свою подружку. Она позвонила ему среди ночи и сказала «Я хочу заехать и поговорить с тобой». Причем под словом «поговорить» у нее всегда подразумевалось «я поговорю с тобой так, что ты долго не сможешь стоять». Первой мыслью, когда он повесил трубку, было «Да, она дикая кошка, и она играет со мной в опасную игру, и я знаю, что умру в ее объятиях, но это не остановит ни меня, ни ее». А следом он набросал «Мир в огне, и никто не сможет меня спасти, кроме тебя». Да, други мои, снова и снова во всем виновата женщина. Ну и также я не смогу не затронуть каверы. Их записано уже просто неприличное количество, и хоть я, вы знаете, не фанат каверов, в моей личной копилке есть любимчики. Тройку моих личных лидеров открывает Анна Наклапс, потрясающе красивой версией, записанной в 2014 году. Вторым я бы назвал Кори Тейлора, фронтмена групп «Стон Сауэр» и «Слипнот». В этот момент он совершенно по-новому раскрылся для меня, записав свою акустическую версию этой великой баллады. И, разумеется, кавером номер один была, есть и остается версия группы «Хим», услышав которую, многие меломаны признали, что теперь эта песня звучит намного круче оригинала. Лично я не рискну быть настолько категоричным, но кавер действительно получился просто разрывным. А вот теперь пока все. Все остальное скоро здесь, на канале «Откуда ноты растут». Всегда ваш Николай Крупатин. Субтитры подогнал «Симон»!